Монета 1 рубль 1964 года. СССР. На реверсе монеты прописан номинал. Крупная цифра 1 с горизонтальным рифлением. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы, надпись рубль. Ниже указан год чеканки, дата 1964. Слева и справа полукругом колосья пшеницы, дополненные в нижней части дубовыми листьями, по три листа на каждый колос. В нижней части поля монеты колосья соединяются в единый полувенок. В месте соединения имеется морская ракушка. По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты, отчеканено рельефное изображение герба СССР образца 1956 года. С 15 витками ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик, входивших в состав СССР, герб упрощенный, не имеет надписей на ленте. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца с лучами, бьющими вверх, и планеты, размеченные параллелями и меридианами, серп, наложенный на молот, символ союза рабочего класса и крестьянства, над скрещенными серпом и молотом отчеканена пятиконечная звезда. По кругу вдоль канта надпись «Союз Советских Социалистических Республик». Надпись отделена от герба сплошной круговой линией со штриховкой. По окружности виден четко выраженный кант. Монета образца 1961 года, но с гуртом 1964 года. Обозначение номинала и года выпуска. На монетах 1961 года гурт гладкий, без надписей. Отчеканина монета из Низильбера. Марки N10. 58% меди, 30% цинк и 12% никель. Магнитными свойствами не обладает. Весит 7,5 грамм. Диаметр 27 мм. Нормативная толщина 1,9 мм. Чеканили монету на Ленинградском монетном дворе. Тиражом 39 миллионов 186 тысяч штук. Средняя цена такой монеты с потертостями составляет 20 рублей. При огромных объемах чеканки экземпляры с браком встретить практически невозможно. Что говорит о качестве советской чеканки. Даже такие частые браки, как расколы штемпеля, повороты, непрочеканы и другие, которые свойственны современным монетам, на советских рублях 1964 года отсутствуют. Существуют фальшивые экземпляры советских времен. Тоже редкость. Вот такая редкая подделка, изготовленная из свинца, может оцениваться до 10 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok